Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. ПИТО не вернется в ближайшие три года. Только оптимистичный сценарий развития дает такую цифру по итогам 23-го. На 21-й, 22-й прогноз по объемам такой же, как и на коронавирусный 20-й. Программа Экономика. Квартиры в Кировской области подорожали на 2%. На первичном рынке цена квадрата сейчас 48 тысяч рублей. По сравнению со вторым кварталом 2020 года цифра выросла на 2,5%, сообщает Кировстад. На вторичном рынке цены ниже 44,5 тысячи за квадрат. Здесь рост 1,7%. Показатели роста не самые большие в Приволжском округе. Заметнее всего поднялись в цене новостройки в Нижегородской области почти на 5%. Вторичное жилье в Пермском крае на 7,5%. Экономика. На 101 фн. Состоятся публичные слушания по проекту бюджета Кирова на следующий год. Кировчане могут принять в них участие. Слушания пройдут 10 ноября в 15 часов в заочной форме. Онлайн-трансляция будет вестись в официальной группе муниципалитета во Вконтакте. Ознакомиться с проектом бюджета можно на официальном сайте Кировской городской думы в разделе «Правовые акты. Проекты решения». Также можно посмотреть лично в мэрии на Воровского, 39, в Вестибюле. Предложения и замечания принимаются до 10 ноября. В завершении валютах на сегодня 80 рублей ровно стоит доллар. Курс евро 93.34. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 фн.